Лучшие сроки для заготовок, когда солить капусту в ноябре и как это правильно сделать. Добавить комментарии Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы Актуальная осенью Популярные статьи Поиск по сайту найти, когда солить капусту в ноябре. Ноябрь – оптимальный месяц для квашения капусты. К этому времени созревают позднеспелые сорта, идеально подходящие для соления. У таких качанов плотные и упругие листья, напитанные витаминами, сахарами и полезными веществами. Сроки засолки не повредят качанам даже легкие первые заморозки. Ноябрьские вилки готовы к длительному хранению в свежем виде и засолки. Подходящие дни в 2019 году с 1 по 11 ноября и после 28 числа. Благоприятные дни для засолки на зиму по лунному календарю солятового щена растущей луне. Считается, что молодой месяц способствует лучшей просолке, активизирует брожение, капуста получается сочной и хрустящей. От новолуния выбирают первые 5-6 суток. Согласно лунному календарю в ноябре 2019 года благоприятны следующие даты. С пятницы 1 ноября по воскресенье 3 ноября луна. В Козероге четверг 7 ноября луна в Рыбах. Понедельник 11 ноября луна в Тельце. Четверг 28 ноября луна в Стрельце. Суббота 30 ноября луна в Козероге. На убывающую луну капусту не солят, не подходит и день полна луния. Наблюдение подтверждает, что приготовленная в этот период закуска получается мягкой или перекисшей, недолго хранится, имеет неприятный привкус. Все соления, приготовленные в первой фазе луны, обладают насыщенным вкусом, сохраняют хруст и максимальную пользу. Подходящие сорта для закваски в этот период. Вкусно квашеную капусту готовят только из позднеспелых сортов. В отличие от ранних, они имеют упругие, плотно прилегающие листья, которые не размокают в маринаде или собственном соку. В таких качанах больше сахара, поэтому блюдо обладает превосходными вкусовыми качествами. Лучшие сорта и гибриды капусты для засолки. Слава, Московская поздняя, Белорусская подарок, Мензов 1, Амагер. 611, Харьковская зимняя, Теркизь, Квашенка. Эти сорта пригодны не только для засолки, но и для длительного хранения в свежем виде. Выбор велка выбирая обращают внимание на их целостность. Подходят только велки без гнили. Верхние зеленые листья снимают, шинкуют только белую внутреннюю часть. Используют велки округлые и слегка приплюснутой формы. Пригодятся и те качаны, которые успел прихватить небольшой мороз. Они еще больше насыщаются сахаром и готовая закуска приобретает приятный сладковатый привкус. Тара для закваски заквашивают капусту в стеклянных банках или деревянных кадушках. Не подходит тара из пластика, алюминия, нержавейки. Взаимодействуя с капустным соком и молочной кислотой, металлические и пластиковые поверхности выделяют опасные для организма вещества. Есть такую капусту вредна для здоровья. Объем выбранный тар каждая хозяйка определяет самостоятельно. Оптимально трехлитровые банки. Такое количество капусты съедают за непродолжительное время, поэтому продукт не успевает перекиснуть или испортиться. Банки удобно хранить в холодильнике или в обребе частного дома. В прохладном месте процесс брожения останавливается. Квашеная капуста сохраняет мягкий кисло-сладкий вкус. Как правильно заквасить капусту в ноябре? Капусту в ноябре заквашивают по классическому рецепту. Благодаря активному брожению овощи готовятся в собственном соку, без маринада. Ингредиенты 2 кг капусты 1 крупная морковь 40 г поваренной соли Щепотка сахара По желанию 2-3 лавровых Листочка Душистый перец горошком Пошаговая инструкция Качан капусты ополаскивают прохладной водой, снимают верхние листья. Нарезают овощи полосками длиной до 8-10 см и шириной 5-6 см. Морковь измельчают при помощи овощей резки или терки. Смешивают овощи в большой эмалированной миске, слегка отжимают. Овощную массу солят, оставляют на 5-10 минут, еще раз перемешивают. Уложенную в банки капусту плотно утрамбовывают, кладут лаврушку и перец через равные слои, прикрывают пластиковыми крышками и оставляют. При комнатной температуре на 2 суток. По мере заквашивания капусту пробуют. В теплых помещениях продукт готовится быстрее. Подают квашеную капусту с ароматным подсолнечным маслом, свежим или маринованным луком, по вкусу добавляют зелень, молотый черный перец. Советы по теме опытные хозяйки рекомендуют следовать пропорциями используемых ингредиентов. Из-за избытка или недостатка соли процесс брожения нарушается. Капуста становится мягкой, горькой на вкус, иногда покрывается скользкой пленкой. Перед закладкой продукта в банке моют соды и стерилизуют, обдав паром или поместив в духовку. Если выделенного капусты сока недостаточно, добавляют соленый рассол, чтобы предотвратить появление плесени и грибков. Оптимальный температурный режим хранения заготовки от плюс 1 до плюс 5 градусов. Заключение Квашеная капуста, приготовленное соблюдением всех правил и сроков по лунному календарю, обязательно порадует вас аппетитным хрустом и потрясающим вкусом. Такой продукт сохраняет максимальное количество полезных веществ, долго хранится, а также накапливает антиоксиданты. Когда квасить капусту по лунному календарю, чтобы получилось сочное и вкусное. Фаза Луны. Watch this video on YouTube.